здравствуйте с вами михаил кириченко вы смотрите новости skyway в которых мы рассказываем вам разработках и внедрение прорывных транспортных технологий которые кстати вдохновляют очень многих выдающихся не побоюсь этого слова людей на великие свершения чего только стоит участие причем очень успешные в чемпионате мира по гребле покорение самой высшей точки европы передвижение многотонных транспортных средств и прочее и прочее вот в частности недавно один из наших активных сторонников и инвесторов по имени александр мосин стал звездой телевизионного экрана канала россия и участвовал в очень интересном проекте команда где претендовал на должность помощника президента чечни рамзана кадырова здравствуйте александр добрый день михаил очень приятно с вами познакомиться но мы с вами в общем то знакомы но на людях скажем так и представить вас большому количеству наших инвесторов партнеров расскажите как когда вы познакомились с технологией струнного транспорта и почему все-таки приняли решение стать партнером что вас убедило вот очень интересная история на самом деле был 2013 год на дворе тот момент я находился в махачкале и мне позвонил мой друг объяснил то что жизнь москве идет и встретились познакомились с одним очень интересным ученым но у него одна проблема у него нехватка финансирования его очень интересном проекте вот и как-то начал рассказывать плавно и пять минут перешли в 15 15 минут перешли в час это может случиться с нашим интервью я чувствую ну конечно и смысл в том что мы полтора часа общались по скайпу он рассказывал все интереснее 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 и уже через сутки из махачкала я был в москве и мы сидели в офисе у юницкого мне интересно было с этим человеком познакомиться лично потому что то что мне рассказывали это было что-то космическое и вот мы сидим через сутки уже в офисе юницкого общаемся он мне рассказывает про транспорт про про современные там технологии про современные проблемы мира вот очень много там целый спектр проблем судили и в тот момент я понял что в срочном порядке обязательно всем и каждому нужно так или иначе помочь анатолию эдуардовичу оплатить его мечту потому что она искреннее она правильная и она нужна самое главное вот и собственно говоря собран все свои копеечки все свои гроши в единый кулак я передал эти деньги анатолию эдуардовичу соответственно и все мои там друзья которые тоже были которым было все организовано тоже мы это все передали и предложили систему краудинвестинга когда каждый человек проживающий на территории россии либо страны снг либо всего мира может так или иначе по чуть-чуть помочь этому делу и сами видите к чему все это пришло очень приятно что вы с нами такой замечательный человек теперь возвращаясь к тому событию который послужило основой нашего с вами интервью как вообще пришло в голову пройти через те испытания свидетелями которых стали зрители команды тяжело ли было пройти вам отбор и в чем он заключался ну давайте порядку началось все с того что похоже там тринадцатом году все это началось естественно никто это бросать не собирается и все так или иначе люди помогают анатолию эдуардовичу в воплощении его мечты вот система краудинвестинга заработала компания начала собираться команда людей которые с высококачественных специалистов начали уже контроле эдуардовичу притягиваться соответственно мне было интересно развивать уже непосредственно адресные проекты у меня всегда была мечта то есть в принципе я люблю северный кавказ люблю горы люблю свежий воздух люблю прекрасных людей и мне всегда была мечта построить skyway именно на северном кавказе вы для того вы для того региона выглядите вполне аутентично я бы сказал спасибо вот и именно из северного кавказа выбрали выбрал именно чечню потому что все таки там находится самый сильный самый искренний преданный лидер своего народа это рамзан кадыров соответственно и начали очень аккуратно очень плавно уже узнавать где можно построить с кем можно общаться им эту работу уже начинали там в пятнадцатом году мне помогал мой наставник это сергей анатольевич тибиряков я считаю своим другом коллегой можно передать ему привет сергей анатольевич привет я анатольевич вам огромный привет если вы нас смотрите конечно же нас смотрит я не удивлюсь даже если он стоит за вашей спиной а я кстати тоже да вроде нет пока и соответственно начали работать об этом направлении начали уже пробивать все направления работать министерством туризма работать министерством транспорта и соответственно уже пятнадцатом в шестнадцатом году получается мы получили первый отлик нашей работы с нами со мной связался секретарь правительство чинской республики и захотел с нами встретиться непосредственно уже в москве обсудить вопросы строительства инновационного транспорта в чечне соответственно что мы себе представляем что мы хотим и чем мы можем быть друг другу полезны это достижение уже было я должен сказать уже пробиться это из этапов мы относимся к этому так работа долго предстоит вот естественно позвонился и анатольевичу объяснил что вот будет встреча мы с ним естественно встретились он всегда охотно и с огромным желанием готов общаться с любым человеком который интересуется налоги skyway знаю подтверждаю вот соответственно приехала делегация из чинской республики это молодые активные очень умные ребята которые хотят так или иначе помочь чинской республики был про про экспо так мы с ними встретились сергей анатольевич месяц со мной презентовал идею ему это очень понравилось было очень много обсуждений было очень много аллегорий который нам очень понравился аллегория с шелковым путем сейчас по сути обсуждается шелковый путь и весь мир обсуждает что же будет основы шелкового пути то есть там асфальтовая дорога рельсовая дорога или что там еще и но мы-то с вами знаем какая будет на самом деле мы с вами знаем конечно напрямую связано вот с этой нитью до тонкой но прочной да и наши коллеги взяли аллегорию то что шелковый путь это шелк это тонкая нет тонкая нить прочная нить которая придет шелкопрят который знает по всему миру соответственно наша технология это тоже тонкая прочная нить и естественно на принципе по их мнению должна лечь в основу шелкового пути вот соответственно после встречи в москве мы уже плавно перешли во встречу в чечне чечне была основа встречи присутствовал председатель правительства мин туризма мин эконом развития министерства транспорта где мы в очередной раз уже более широком кругу обсудили эти вопросы не сказать то что это было просто обычно там все были в восторге всем очень понравилась наша технология они прекрасно видят и понимают места применения есть конечно ряд там задач которые нужно решить чтобы к этому приступить но опять же на тот этап мы еще не готовы были что-то предложить и что-то показать потому что в любом случае когда покупать автомобиль вы хотите видеть автомобиль вы хотите сесть в него поездить на нем попробовать кожу почувствовать запах на тот момент у нас были просто картинки идея и полигон это был май месяц этого года вот соответственно мы договорились когда будет готов полигон когда будет готов опоры струна когда будет готовы юне байки юнибусы то делегация с огромным желанием приедет в минск марину горку и во очи все это увидит и тогда уже можно будет что-то обсуждать более конкретно потому что все-таки мы люди серьезные все-таки хотим уже строить много миллионный много возможно миллиардный проект по всей членской республике вот соответственно о чем договорились а то мы договорились но и сидеть без дела неинтересно от брата я узнал по телевизору то что прямой эфир борис корчевников договорил с разом кадыровым то что хотим сделать в реалити-шоу в котором мы соберем там 10 12 16 участников которые будут бороться за право часть стать частью команды рамзана кадырова сделали релиз вышла программа разместили сайт и начали собирать заявки у нас получается собралось порядка 17 тысяч заявок людей 17 тысяч до которые хотят поучаствовать в команде и начался жесткий отбор соответственно на каждом этапе блокует определенное задание то есть там прислать стратегию прислать психотип пообщаться непосредственно с конкурсной комиссии в общем очень много было этапов но как рамзан кадыров в программе сказал то есть нам нужен человек который четко и понятно изложит свое видение стратегии развития региона но какая у нас может быть от региона это только транспорт только транспорт потому что чечня это туристическая мека это прекрасные красивые места которые необходимо и нужно связать быстрой недорогой дорогой потому что сами понимаете асфальт на равнине и асфальт непосредственно горной местности это примерно раз четыре или пять дороже сложнее и содержать его сложно потому что камни пады горы молодые они постоянно двигаются то есть дорога искажается мы в принципе это идеальный вариант вот тест на вся наша стратегия которую там с виктором бабуриным мы прописывали продумывали она была она отталкивалась только от технологии skyway и соответственно ту стратегию которую мы предложили непосредственно конкурсной комиссии на телеканале россия 1 она вызвала но не фурор но как минимум особое желание со мной познакомиться лично и потом уже пошли этапы начался отбор там один к тысячи там один пятиста и уже непосредственно ближе честно могу ошибаться по-моему то ли июнь то ли июль был нас вызвали в москву осталось 88 человек вот которые уже в живую общались конкурсной комиссии из которых должны были отобрать 12 человек соответственно я вошел и в те 16 человек которых отобрали участие в программе это один из тысячи даже больше ну получается да в нашем проекте только самые лучшие работает конечно но просто нас очень сильно понимаете у нас очень сильное ядро и очень сильный стержень потому что опять же тот там две недели которые провел с кадыровым естественно это очень большой экспириенс очень большой опыт и он всегда говорит и будет говорить то что в человеке важен стержень и важное устремление потому что глядя на юницкого который там протяжении почти 40 лет пытается кричать на весь мир и донести технологию до всего мира то тут я думаю никто не поспорит что у человека есть характер есть стержень есть стремление эту идею донести поэтому мы как люди которые уже близки к нему мы этой идеей заражаемся вот соответственно и она нас дальше тянет куда бы мы не шли с идеей skyway мы можем принципе открыть любую дверь это я думаю уже никого не секрет соответственно 4 утра нас будет мы находимся в отеле вещи собраны необходимое количество 4 утра подъем нас сажают в автобус потом сажают самолет и самолет улетает в сторону членской республики соответственно мы приземляемся красная ковровая дорожка нас встречает ансамбли народного творчества песни пляски да есть не пляски танцует лесгинка все хотят кушать и хотят вообще понять что происходит потом нас сажают в автобусы и увозят резиденцию и соответственно нас плавно 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 будет курс дела что сейчас будет происходить потому что все хотели попасть команды но когда попали в команду всех глаза естественно большие все удивлены все не понимают что происходит мы все готовы бороться а вот смысл вот этой передачи можете рассказать возможно кто-то из наших зрителей не смотрел эту передачу вкратце вот вы подошли к сути смысл в принципе простой рамзан кадыров который сформировал свою команду членской республики в принципе из этнических чеченцев из которых там процентов 5 в принципе люди других национальностей других из других стран он хочет получить самых лучших людей из всех уголков россии чтобы у него работали команде самые лучшие люди соответственно он объявляет конкурс 16 человек 16 конкурсов которые постоянно отсеиваются чтобы остался один самый сильный самый ловкий самый быстрый самый умный который получит должность какую-то это пока не знает какую в команде кадырова потому что работать команде кадырова это престижно вот и вся принципе история и в чем заключалась вот смысл передачи хорошо подходим то есть какие то из что это были за испытания да сейчас расскажу испытания были следующие допустим на те которые попал я на которые я успел попасть первое задание было нас привезли во всем составом на стадионах мат-арена центре грозного рамзан кадыров по громкой связи объявил первое задание вам даются три тысячи и три тысячи человек то есть нужно было организовать их трех трехтысячной толпы название своей собственной команде чтобы люди табличками показывали собственно как наша команда называется и в общем сделать феерическое шоу заявить о себе но это попытка поработать с людьми соответственно нам дали лидерские качества да конечно нам дали три тысячи человек нас было восемь часов в команде и необходимо было сделать шоу нам дали четыре часа на подготовку привезли людей рассадили и естественно начали подготовку вот команда получается команда противников которая была соседняя наша она это задание выполнила лучше она сделала проще она сделала его интереснее вот мы как-то очень сильно запарились поэтому кадыров сказал прям со сцена то что команда противников побеждает мы естественно проиграли вот потом нас всех переодели форму футбольную и начался матч кадыров играл против нас он играл с командой победителей вот он был в нападении я был в обороне у нас там получились травмы у людей там были вывихи ног потому что вы его травмировали ли он вас я не понял он никого не травмировал там просто ребята играли и кто-то кому-то по ноге ударил опухоль и растяжение в общем играл была жесткая счет был 6 2 кадыров очень мощный очень быстрый очень ловкий очень сложно против него стоять в обороне потому что обходит несмотря на свою комплекцию и вес он человек очень спортивный очень подвижный естественно и в таком духе двигался дальше конкурс второй конкурс был подняться на гору в курорте кизиной ам кстати вот кизиной ам это самое место где мы сергей анатольевичем проводили встречу он вас тренировал там предварительно готовил к передаче я дал нет не готова передачи он готовил к работе в правительстве потому что работа правительства это общение с людьми работа по 20 часов в сутки потому что у нас был жесткий недосып нас могли поднять в три ночи нас могли поднять четыре ночи я поражался и удивлялся как может так работать человек потому что допустим когда находишься здесь там информационном поле но не знаю что происходит там не верится что человек работает с утра до самой ночи но когда ты находишься непосредственно рядом с ним и когда он засыпает 4 утра спать ложится вот нас увозит резиденцию а в 6 часов он уже подымает на снова то есть как поспал два часа за сутки так на протяжении 10 лет то не понимаешь почему человеку 40 лет не столько энергии а теперь допустим 26 это уже вымотался устал вот так что быть команде кадырова это не просто престижно но и сложно между прочим то что вы рассказываете вот аналогично я вижу и с юницким сколько в нем энергии и намного меньше в людях которые намного моложе что-то такое похожее аналогия прослеживается организовать конкурс команде юницкого чтобы тоже отобрать 16 лучших инвесторов которые будут останутся работать в команде юницкого опять же это престижно но сложно это надо всегда знать я предложу вашу инициативу передам обязательно хотя он наверно сам увидит хорошо а что было самым тяжелым во время съемок и что вас заставляло трудности возникавшие преодолевать самым сложным было в принципе самым сложным был то что я немножечко не туда приехал на самом деле потому что как изначально был корень следующий стратегия развития региона то есть мы прописали я ехал предлагать стратегия региона понимал что что-то там будет происходить как вы к этому был принципе готов но относительно готов потому что как можно быть готовым к тому чего не знаешь вот но у меня было по крайней стратегии развития региона который я там рассказывал своим друзьям коллегам то есть это мне слушали всем все нравилось всем все интересно то все понимали что мы интересным делом занимаемся собственно говоря то есть у нас это насильная вот а потом когда мы приехали посредством начали жить уже в резиденции то ну не сказать что начался дом 2 но началось это знаете замкнутое пространство люди которые конкурируют между собой то есть это телевидение уже да естественно телевидение ловит те самые моменты когда лайфшоу вот это все это то есть если мы с вами общаемся мирно пьем чай то это никому не интересно интересно а если кто-то где-то кому-то конфликтную ситуацию сделал заговор подговор то вот это вот показывают вот я изначально свою позицию четко выставил то что я не хочу ни с кем конкурировать я не хочу ни с кем ругаться я приехал сюда вы мои друзья вот моя стратегия вот регион вот вы и выпали из канвы это никому не интересно к сожалению да остались в принципе те кто имел либо очень жесткое желание быть помощником главы либо все-таки хотел это больше всех вот поэтому это было самым сложным но естественно сил давало преодолевать любые проблемы то что я сюда дошел я прошел среди очень большого жесткого отбора был очень большой отсев я знал что за мной идея юницкого я знал что мы это в любом случае доведем до конца чтобы нам это не стоило тем более прекрасно я вижу то что мы работаем у нас получается мы строим двигаемся дальше растем просто по экспоненте вот и это является самым главным мотиватором самым главным мотиватором которая двигает меня я думаю двигает всех и будет двигать дальше до тех пор пока мы не построим наконец от с вокруг нашей чудесной голубой земли но причину вашего скажем так удаление с проекта мы уже вот коснулись ее немножечко я как посмотрел передачу понимаю так прямым текстом было сказано что нет смысла вас оставлять в команде хотя это не ваша вина а вина там командира или как он назывался там главы группы но надо убрать кого-нибудь другого в частности вот человека у которого нету цели главной цели заявлены в передаче стать помощником президента а главное строить дороги продвигать проект skyway я воспринимаю это как свидетельство вашей силы и на самом деле вашу победу не ошибаюсь ли я не думаю нет потому что на самом деле я не поменял свой интерес не поменял свои приоритеты даже непосредственно там где выбор был такой острый то есть стать помощником и либо все-таки дальше строить дороги я выбрал то что ближе к сердцу мне то что ближе к сердцу непосредственно всей нашей команде потому что быть в команде кадырова да престиж но сейчас я понимаю что быть команде юницкого куда более престижнее и мы спасаем не республику отдельно взятую мы спасаем весь мир и я думаю нас ждет успех именно поэтому в таком случае спасибо за ваши слова насколько удалась ваша миссия вы имею ввиду участие в передаче и достижение именно вашей личной цели продвижения проекта а не цели заявленной в программе команда я думаю удалось потому что вы берете интервью я лично из своих уст презентовал проект кадырову как я в принципе хотел то есть лично главе лично я рассказал про проект его реакция в принципе пока что она подвешена в воздухе потому что он человек не технического склада ума он руководитель ему нужны лучшие идеи и соответственно когда мы покажем свою идею когда мы уже протестируем на полигоне когда мы уже пригласим делегацию членской республики я думаю информацию они прекрасным образом до него донесут поэтому я считаю что свою задачу на сто процентов полностью выполнил и опять же это не победа это определенный этап наши длительные работы а абсолютно верно промежуточной работы который нам еще работать больше 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 потому что представьте следующее когда кадыра скажет да там допустим он был прав надо строить это с эту транспортную систему у нас членской республики быстрее сколько работы нам предстоит это на 15 на 20 лет условно говоря мы будем загружены посредством членской республики потому что те объемы те сложные повороты и подъемы которым будем делать это непростая задача поэтому опять же это я представляю да насколько мне известно тот выпуск передачи который мы видели в октябре вот несколько дней буквально назад снимался за три месяца до выхода в эфир то есть где-то в июле как вы считаете если бы это все произошло уже после не боюсь этого слова триумфального участия технологии skyway в выставке и на транс 2016 в берлине когда миру были презентованы и физически до существующие образцы подвижного состава именно юнибус и юнибайк так вот если бы все это происходило после выставки на транс был бы результат другими что-то там слышал что уже в принципе были какие-то предпосылки до того какие-то тут истории странные после ответа на этот вопрос расскажите что-то там с вашим снятием самолета и возвратом для повторного разговора что вроде бы интерес все таки был проявлен к нашему проекту помимо того что мы видели на экранах телевизоров я имею ввиду да было то что вниз никто не увидел и знают только там определенный круг лиц людей но вот сорока на хвосте принесла мне расскажу про сороку кадыров не знает что такое на транс я думаю процентов 98 населения земли не знаю что такое на транс и на транс это специализированная выставка транспортных систем которую знают специалисты транспортных систем соответственно мы когда выступили на инотрансе мы выступили успешно потому что мы заинтересовали и показали инновацию которая интересна специалистам транспортных систем потому называется и на транс до инноваций в транспорте все верно поэтому я не думаю что прям что-то сильно изменилось если бы сказал кадырова то что ну мы на трансе выступали мы очень успешно там выступили ему было бы все равно потому что собственно покажите расскажите непосредственно вот покажи где ты все это есть и что она точно дешевле что точно быстрее я думаю это уже дело нескольких дней вот пока вы к технопарке все поедет вот реально это даже не не недели наверно одни вот мне кажется поэтому возвращаясь в прошлое в мае мы договорились министерствами то что когда у нас будет готов технопарк когда у нас будет готов небос и струна и когда все будет комплексно показано непосредственно в технопарке тогда они приедут посмотрит и оценят соответственно кадыров сейчас здесь опять же он глава он у него голова должна просто взрываться потом поток информации которые в нее заходит постоянно он не может уследить за всеми тонкостями у него есть министерство есть отдельные помощники поэтому мы сейчас будем работать непосредственно с министерствами транспорта которые придут и оценят идею непосредственно в технопарке вот а по поводу снятия самолета да получается когда меня непосредственно из резиденции уже попросили с вещами это была пятница ко мне тут же подбежал человек объяснил то что сейчас вас перемещают в отель вроде как завтра вы вылетаете и вроде как утром будет встреча там с кем-то хорошо встреча встреча вот соответственно встреча почему-то не было в субботу и меня уже мне уже купили билет на самолет то есть я должен был вылетать вот субботу получается меня сняли с рейса и оставили еще на пару дней в чечне а соответственно в понедельник была уже встреча с министром транспорта министром эконом-развития министром туризма председателем туризма и председателем правительства вот это была встреча в принципе в аналогичном составе которая была в мае просто там уже была встреча такая дружеская потому что председатель правительства сказал говорит ну вот александр опять нам приехал то есть уже не просто там через секретариат а уже непосредственно через телеканал россии через лучшинской республики то есть он лично попросил чтобы с ним в очередной раз мы встретились в очередной с ним встретились, пообщались, рассудили. И как раз мы назначили встречу на презентацию проекта в Эко-технопарке. Прекрасно. Про цели. Достиг ли я цели? Ну, да, достиг. Я согласен с вами. Цель достигнута. А тут уже дальше дело техники. Мы это обеспечим. Последний, наверное, вопрос. Хотелось бы предоставить вам трибуну, чтобы вы обратились ко всем нашим партнерам, и существующим, и потенциальным, которые только еще раздумывают. Вот есть ли что-то, о чем я вас не спросил, а вам хотелось бы об этом рассказать? Иными словами, программная речь Александра Мосина. Да, есть. И, в принципе, я хотел бы донести до всех наших инвесторов потенциальных, либо те, которые раздумывают. Друзья, коллеги, мы сейчас стоим буквально на пороге события эпохального, которое может изменить мир в лучшую сторону. Тот транспорт, который создает Юницкий, который родился в его голове 38 лет назад, 40 лет назад, сейчас мы возрождаем и делаем в бетоне и встали на полигоне. Это можно наблюдать, это можно смотреть, это событие, которое не укладывается даже у меня уже в голове. Это нужное сейчас событие. Это транспорт нужен. Он как интернет окутает в ближайшее время весь мир. Кто-то ставит там 5 лет, кто-то ставит 10 лет, кто-то ставит там 20 лет, за которым полностью окутает весь мир. Это не важно. На самом деле, не важен срок, важно то, что мы начнем это делать, мы начнем это строить, а дальше это все будет разрастаться, как паутина по всему миру, как разросся интернет. В принципе, аналогию с Юницким можно привести только с Маском, но Маск пытается улететь зачем-то на Марс от земных проблем, а Юницкий пытается проблемы решить здесь на Земле и от нас никуда не собирается улетать. Тому, наверное, есть от чего убегать. Наверное, есть от чего убегать. Юницкий хочет жить здесь, он хочет жить на этой Земле, он хочет жить на отдельной взятой территории, никуда не убегает проблем. Он хочет решить проблемы, чтобы можно было жить ему, его детям, его внукам, всем нам. Поэтому, помочь ли ему или не помочь, определенно необходимо помочь и поддержать не просто какими-то денежными средствами, а инвестировать свое время, свои силы, это куда более важнее. И сами видите на примере меня то, что нет в принципе ничего невозможного. Если вы хотите попасть в команду Кадырова, вы можете попасть в команду Кадырова просто используя идею Юницкого строить дороги. И вы с ней можете пройти куда угодно и когда угодно, потому что это в прямом смысле ключ от всех дверей. Поэтому в принципе я хочу выразить благодарность всем тем, кто нас поддержал, кто нас поддерживает, кто это начал, потому что вы реально те люди, которые сюда пришли работать не на зарплату, а которые пришли в команду Юницкого, в команду сильнейших людей, которых он собрал по всему миру. И вот именно сейчас, именно вот в данный момент слоган, который Михаил Кориченко говорит каждый раз строй скайвейс по всей планету, приобретает тот самый правильный смысл и надо его говорить каждый день как доброе утро. В принципе, спасибо за внимание. Спасибо большое вам, Александр, за то, что вы делаете для нашего проекта, за то, что в очередной раз порадовали тем, какие у нас замечательные инвесторы. Поддерживайте наш проект, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv defyssystems.com Когда-то в 19 веке винтовка Сергея Мосина, известная как трехлинейка, помогла спасти Россию. Сейчас на дворе 21 век, и вы, в первую очередь, такие люди, как Александр Мосин, можете спасти уже целую планету. Короче, строй Skyway, спасай планету! Продолжение следует...